Существует легенда, тайно рассказываемая немногочисленными и подозрительными людьми. История о верных Императору потусторонних силах, об армии, сотканной из пламени и жажды мести. О братстве воинов, которое хоть и представляется космическими десантниками, оказывается ста крат смертоноснее любых Астартес. Эти войны появляются, когда умирает Надежда, будто приходя из загробного мира, чтобы принести возмездие врагам Императора. Исполнив свой кровавый долг, они исчезают, вновь становясь частью легенды. Говорят, что эти войны обитают в пространстве между нашим миром и царством Варпа, в надеждах и мечтах отчаявшихся людей, в карманном измерении, освещенном пламенем их вечной ненависти. Не многие стали свидетелями их внезапных и сокрушительных ударов, и еще меньше тех, кому хватило силы воли остаться после этого в здравом уме. Эта сила известна лишь как Легион, или если быть точным, Легион Проклятых. Но кем являются эти призрачные войны на самом деле? Доподлинно неизвестно, но мы можем представить, по меньшей мере, два варианта. Для начала рассмотрим самый известный, согласно которому Легион Проклятых, мутировавший под влиянием Варпа остатки Ордена Огненных Ястребов. Из всей информации об Ордене до его падения в Варп, нам известно только то, что он являлся Орденом печально известного 21-го Проклятого Основания, и в 963 году 41-го тысячелетия был отправлен в субсектор Мира Ворона, с целью уничтожить Эльдарских пиратов, терроризирующих этот регион. Весь флот Ордена, включая мобильную Звездную Крепость, совершил удачный варп-прыжок из системы Пирей всего лишь в 120 световых годах от Мира Воронов. Пять кораблей, 800 братьев и 2000 человек из обслуживающего персонала должны были достигнуть пункта назначения, как ожидалось, не более чем через 12 часов. Но они так никогда и не прибыли. 20 лет спустя после этого события Орден официально признали утерянным в Варпе и предположительно уничтоженным. Великий колокол потерянных душ прозвонил тысячу раз, и, как говорят, сам Император приказал зажечь черную свечу в часовне павших героев. В 966 году 41-го тысячелетия обычный имперский патруль проходил через удерживаемую орками систему Джакуртал. Эскадрон не обнаружил присутствия ксеносов. Все их базы были разрушены. Как будто кто-то проводил зачистку планет. Доступные патрулю средства не смогли дать никакой информации, способной идентифицировать силу, нанесшую столь масштабный ущерб врагам Империума. Инцидент был отмечен и зарегистрирован в анналах Администратума. Со временем количество подобных происшествий только увеличивалось. Как и их разрушительность, всякие попытки идентифицировать неизвестных союзников были безуспешны. Пока в 987 году 41-го тысячелетия патрульное судно в субсекторе Марран чудом избежало столкновения с неизвестным космическим кораблем в своем пункте Варп-скачка. Испуганный, едва не случившейся аварией, экипаж просканировал ближайший район и обнаружил два неопознанных цилиндрических объекта. После того, как они были отбуксированы на борт, оказалось, что это обычные космические гробы, без всяких знаков идентификации. Гробы были отправлены на Марс и вскрыты Адептус Механикум. Как оказалось, они были приписаны к Абсолюту, одному из потерянных кораблей Ордена Огненных Ястребов. Внутри находились космодесантники в силовой броне со знаками различий и цветовой гаммой, не принадлежащей ни одному известному Ордену. Силовая броня была с предельной осторожностью разгерметизирована и вскрыта. Внутри оказалось человеческое тело, в крайней степени разложения, поэтому все дальнейшие исследования не представлялись возможными. Дальнейшая информация была получена через год после происшествия, последовав нападению на исследовательскую станцию Империума банды Орков-Пиратов, отбивающемуся гарнизону гвардейцев, неожиданно пришла помощь. С тыла Ксеносы были атакованы неизвестными существами в черной силовой броне. Несмотря на отчаянное сопротивление Орков, в ближайшие полчаса вся банда была вырезана, и при этом ни один космодесантник даже не получил ранения. На поле битвы был найден флаг Ордена Огненных Ястребов, надпись на котором голосила «За Императора и за чертой смерти». Вместе со знаменем было найдено много документов, способных пролить свет на историю Ордена после его пропажи. Во время движения по Иммотериуму флот Ордена попал в варп-шторм необычайной силы. Неспособный передвигаться флот сразу же был атакован разнообразными сущностями варпа. В нападениях были уничтожены 4 из 5 кораблей, в том числе флагман. В результате хитрого маневра выбраться смог лишь один легкий крейсер с сотней десантников на борту. Выброшенные на краю галактики, там где псайкеры не видели свет астрономикона, потеряв все руководство и генокод Ордена, они оказались подвержены влиянию Хаоса. Их плоть начала разрушаться и гнить, как у поборников Нургла, а разум помутился. При этом их псайкерские способности увеличились в десятки раз, сравнявшись с уровнем Серых Рыцарей. Потратив десятки лет на возвращение в Империум, они окончательно потеряли рассудок. Все они покинули Адептус Астартес, лишив свою броню всех имперских знаков отличия. Но при этом они поклялись в вечной верности Императору, своей целью поставили погибнуть в борьбе с врагами человечества. Отныне они стали называться Легионом Проклятых. С помощью своих псайкерских способностей они предчувствуют самые крупные готовящиеся нападения на мир Империума и оказывают поддержку гвардии, сразу же покидая поля сражений после победы. Проблема теории о Огненных Ястребах заключается в том, что Орден пропал в 961 году 41-го тысячелетия, в то время как первое упоминание о Легионе Проклятых датировано 6-м годом 41-го тысячелетия во время событий, известных как пирокатаклизм на Велидаде Прайм. Немного информации об этой битве. После передач устрашающего сообщения, в котором порицался недостаток красоты местных жителей, отступники из безупречного воинства обрушились на андамансивные шахты Велидада Прайм. 122-й полк Миндальдских Дестрия, подразделение ветеранов Имперской Гвардии, получившее приказ надзирать за сбором Десятины, предпринял доблестную, но безнадежную попытку остановить еретиков. Предатели из безупречного воинства начали устанавливать в адамантиевых шахтах и расположенных над ними населенных пунктах модифицированные новозаряды. Выжившие Дестрия изо всех силах противостояли космодесантникам хаоса, но большинство из них погибли в битве, оказавшись виновными в, как утверждали убийцы, грехе посредственности перед лицом истинной красоты. Спустя первые три дня боев Дестрия оказались на пороге полного истребления полка, однако вновь и вновь появлялись доклады о действиях в шахтерских округах странных космодесантников, которые отбрасывали назад безупречное воинство. Сначала эти удары были чрезвычайно внезапными и безжалостно эффективными, поэтому Дестрия начали надеяться, что незнакомцы смогут остановить изменников. Однако затем ход битвы изменился вновь, когда в бой вступил он называющий себя мечтателем Лорд Хаоса. И сотни его демонических наложниц, острижающие когти демониц Лайнеш, изгнали многих воинов Легиона. Оставшиеся легионеры превратились в пылающие колонны огня и сражались с яростью столь же ужасающей, как и безумие захватчиков. В битве, названной позднее пирокатаклизмом, выяснилось, что пламя легионеров может сжигать даже демоническую плоть, и визжащие прислужницы Слаанэш были изгнаны в царство своей госпожи. Безупречное воинство совершило многочисленные злодеяния во время отступления, однако было вынуждено бежать с планеты под страхом уродства и смерти. Во время боев в оставшихся от обстрелах воронках на поверхности Валидида Прайм были обнаружены десятки новых залежей Адамантия. Это, в свою очередь, утроило производство военных материалов на находящемся поблизости мире кузницы Липиту Анвель, вследствие чего большинство его продукции ушло на благо орденов Адептус Астартес. Но даже этот факт не может до конца опровергнуть эту теорию, так как мы знаем, что сечение варпа непредсказуем. И сама концепция времени в Эмматериуме не имеет абсолютно никакого значения. Путешествия во времени для Вархаммера не кажутся чем-то невозможным, особенно на фоне историй, подобных той, что рассказывают орки, про одного из боссов, что повел свой ваак к далеким мирам, но его скиталис выбросил из варпа в том же самом месте, но в другом времени, еще до того, как тот собрал свой ваак. Но как бы то ни было, не стоит пренебрегать и другими вариантами. Например, что если Легион Проклятых – это порождение варпа, наподобие демонов хаоса? Как мы знаем, демоны – это отродья варпа, что являются частью того бога, по воле которого они появились, и их физическая форма напрямую отражает их суть. Так, например, Великий Нечистый является копией самого Нургла, а демонетки Слоанэш унаследовали от своего бога андрогинность и страст к удовольствиям. По большей части в этом виновны живые обитатели материального космоса, так как Эммотериум является отражением мыслей и эмоций всех живых существ. Возникает вопрос, было ли 10 тысяч лет существования Экклезиархии достаточным для того, чтобы Император обрел свой образ в варпе в виде еще одного бога? Ведь в таком случае он вполне мог создать Легион Проклятых как физическое проявление своей воли. Это объяснило бы, каким образом десантники Легиона появляются в моменты наиболее острой нужды в них. Подтверждением этой теории может служить событие, известное как Падение Кадии. Во время 13-го Черного Крестового Похода, Абадон Осквернитель вел легионы космодесантников-предателей и демонов на штурм Кадии, Мира Крепости, что 10 тысяч лет защищало Империум от орд-прислужников Хаоса. И в какой-то момент на планете появились воины Легиона Проклятых, дабы помочь лоялистам сдержать натиск. И когда Велизарий Колу с помощью Торазина Бесконечного смог запустить пилоны, все демоническое войско Абадона было немедленно изгнано из материальной вселенной обратно в варп. Помимо этого, демоны покинули и тела одержимых десантников-предателей и боевых машин. Но что самое важное, также исчезли и воины Легиона Проклятых. Что может в той или иной степени указывать на их демоническую природу? Но самым твердым доказательством этой теории является цитата Аутарх Эльдар по имени Элуин, Творец Звезд. Они создание варпа. Это очевидно даже ребенку. То, что они принимают форму защитников человечества, не имеет абсолютно никакого значения. Они демоны. Их следует уничтожать так же, как и их сородичей. И кто же, как не Эльдар, представитель расы с выдающимися псайкерскими способностями, обладающий, возможно, наиболее обширными знаниями о варпе, должен уметь распознавать демонов? Что вы думаете об этом? Оставляйте свои комментарии. И спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok